Всем привет еще раз. 25 февраля, пивная пятиминутка Ильяк. В общем-то, вот второй обзорчик. Помним, да, чему у нас посвящен второй выпуск на этой неделе? Он посвящен региональному пиву, но из масс-маркета. То есть, вот это пиво, тюменское, например, да, не например, оно продается в Перми, но, например, что где-то уже восточнее, уже, например, в Кировской области, оно уже может не продаваться в пятерках. Вот до нас доезжает. Вот такому пиву посвящено, посвящена эта неделя. 21 день брожения, ни хрена себе. Вот тюменская, желтая этикетка, как-то она появилась осенью. Пробка у нас, к сожалению, лысая. Валера, не буянь. Ох, блядь, постойки прям. Появилась, появилась. И я такой, блин, надо его затестить. Потом думаю, такой, ну, блин, понятно, что это региональное пиво, и может у нас оно продается, но уж в Москве, там где-нибудь, в Питере, где-нибудь вот в тех западных. А что я сказал, восточнее. Блядь, не восточнее, а наоборот, западнее. В областях западнее нас, Перми, да, этого пива уже может не быть в масс-маркете. Что у нас тут? Пиво тюменское, мягкое, светлое, фильтрованное, пастеризованное. А спереди, что интересного? Сварено в Тюмени, по классической технологии, 4,5 алкоголя, мягкое, 21 день брожения. Состав, вода подготовленная, сол пиво вареный, очменный, светлый, очмень пиво вареный, спасибо за несоложонку, хмель, суслы, десятка. Я понимаю, при 4,5, даже не 11, а десятка. Так, ладно, кто производит-то? АО МПБК Очакова, изготовитель в России, Очакова, Москва. Но это филиал, адрес производства Очакова, Тюмень, улица Пермякова, ух ты. 45 у нас тут, 0,45 литра. Больше ничего интересного. Блин, хотя, если это Очакова, может оно заводится и по регионам. Ой, 4,5 на 10, да? У нас, смотрите, ну жижа, жижа. А-а-а, блевотина. Опять мне золотой дождь подсунули, ублюдки. Тьфу, еще хуже стало, еще и тряпками начало вонять. Санина, тряпки? О-о-о, ё-твою мать, Очакова вы жгете. Ладно, пробуем, собрались с мыслями. А-а-а-а. Блядь! У меня сейчас слезы поедут. Главное сейчас, пока пьешь, не вдыхать. Кислая жижа. Фу, говно, говнище. Жесть, просто жесть. Это отвратительно. Как это попало вообще на прилавке пятерочки? Это вообще немыслимо. Подождите, а точно пятерочки, не магнит? Я их постоянно путаю. Ну, какие-то пивасы, которые из пятерочек, которые из магнита. В любом случае, насрать, да? Магнит, все-таки. Магнит, магнит, не пятерочка. В любом случае, видите, это пиво просто проходите мимо. Это очень отвратительно. Я даже больше гладков не могу сделать, потому что это прямо дефект на дефекте. Это просто ужасно. Это очень невкусно. Блядь! За такое надо пивоваров, конечно, в чан с их пивом вместе с варить суслом. Вот от этого пива туда же и пивовар закинуть. Это очень плохо. Больше никаких эпитетов я найти не могу, поэтому будем прощаться. Надеюсь... Ааа! Жесть какая! Не проходит это послевкусие, это говеное. Твою мать! В общем, надеюсь... Как он называется-то? Стрим меня порадует. Я созвонился с Тёмой. Он готов. Он приедет. Все отлично. Надеюсь, попробуем его домашнее пивко. И я даже не надеюсь. Я уверен, что там будет намного лучше, чем вот это пойло. Непонятно для кого сварено. Это просто провал полный. Ну, в общем-то, если привезет, будем дегустировать и его пивко. И я с собой, конечно же, говорил уже. Беру там много пиваса. У меня накопилось. Буду его... Попивашенька. Ну, а сейчас пошел лечить пока челюсть. Потому что мне очень трудно говорить. Язык натирается. Ох, блядь. Как больно. Все. Найтберг, кстати, я не допил. Там еще больше половины бутылки. Так что... Это в раковину. А Найтбергом надо поправлять... Извиняться. Поправлять здоровье, да. И извиняться перед своими вкусовыми сосочками. Потому что это... Это придумано дьяволом. Честное слово. Все. Не болейте. Берегите себя. Будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Открывайте для себя новые пивоварни. Очаково в топку. Открывайте для себя новые пивоварни. А, и все. Ну, не прощаюсь. Опять же, получается. Увидимся на стриме. Кто придет... Большой респект и рахмет. Пока. Не пока. Увидимся. Продолжение следует...